Якутия в мире Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете специальный выпуск передачи Якутия в мире. Наш сегодняшний выпуск посвящен новому 2022 году. Нас всех ожидает огромное количество мероприятий и инициатив. И сегодня мы сделаем для вас обзор международных и межрегиональных мероприятий, о которых мы хотели бы вам рассказывать в течение года. Начнем, пожалуй, с исторического события, столетия образования Якутской Автономной Республики, празднование которого станет крупным национальным, духовным и политическим событием жизни нашей Республики. Мероприятия пройдут по отдельному плану, и единым координатором по организации проведения юбилейных мероприятий в столетии образования ЯССР является Конгресс-центр Якутии. Сегодня же хотелось бы обратить ваше внимание на форум соотечественников якутян, который запланирован в проведении 23-26 июня этого года в городе Якутске. Документ о проведении данного форума вышел после проведения года консолидации в 2019 году, когда на закрытии года консолидации общественниками был представлен проект и концепция проведения Всемирного форума якутян. Участниками данного форума станут якутяне из разных регионов и разных стран. Это те люди, которые когда-то здесь родились, когда-то здесь жили, работали или учились, или имеют иные связи с нашей Республикой. Это те люди, которые являются народными дипломатами. В поднародной дипломатии в самом широком смысле этого слова понимается исторический непрерывный процесс общения, взаимного познания народов, взаимовлияния и взаимообогащения культур. Поэтому народными дипломатами можно называть обычных людей, которые ведут свою деятельность, ведут свою работу или общаются по своей учебе, например, по исследованиям с представителями иностранных и других культур и тем самым укрепляют внешние связи нашей Республики. Примечательно, что проведение данного форума способствовало инициации создания Координационного совета соотечественников якутян. Что это такое? Координационный совет является органом, который обеспечивает координацию деятельность якутян, проживающих за пределами Республики и их общественных объединений. В течение этого года мы будем приглашать на нашу передачу основных организаторов данного форума и будем освещать подготовку и проведение форума за отечественников якутян. Надеемся, что форум положит начало новым инициативам, которые пойдут на пользу развития Республики в самых различных областях. Кроме этого, в этом году исполняется 30 лет Министерству внешних связей и делам народов Республики Саха и Якутия. Также 30 лет исполняется постоянному представительству Якутии по Дальневосточному федеральному округу и юбилейным мероприятиям данных о ведомств посвящены отдельные планы мероприятий. Также хотелось бы обратить ваше внимание, что в этом году будет много мероприятий, посвященных теме Арктики и Севера. Это связано с тем, что в 2021-2023 годах Россия председательствует в Арктическом Совете. Арктический Совет – это ведущий межправительственный форум, который содействует сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими государствами, коренными общинами и остальными жителями Арктики под тем вопросом, которые касаются развития Арктики. В Арктический Совет сейчас входит Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Канада, Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция и Исландия. В нашей республике на республиканском и муниципальном уровне пройдет многочисленное количество мероприятий, связанных с темой Арктики. Кроме этого, хочется сказать, что нашей республикой была инициирована очень интересная программа, которая называется «Арктическая стартап-экспедиция». Она пройдет в этом году во всех 8 арктических странах. Кроме этого, 2022 год объявлен в России Годом культурного наследия народов России. И в связи с этим мы ожидаем большое количество мероприятий, связанных с сохранением и развитием культуры. Также очень важно отметить, что в этом году начинается международное десятилетие языков коренных народов мира. Оно было провозглашено для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к бедственному положению многих языков коренных народов и для того, чтобы мобилизовать все заинтересованные стороны и ресурсы для их сохранения, возрождения и продвижения. Эта тема очень актуальна для нашей республики, и поэтому мы также будем следить за данной темой. Отдельно хочется отметить тему спорта. Спорт всегда занимал особое положение в нашей республике, и в этом году мы будем следить за двумя очень крупными мероприятиями. Это чемпионат мира по масс-рестлингу, который состоится в июне этого года в городе Якутске, а также международный проект нашей республики, седьмые международные спортивные игры «Дети Азии», которые в этом году пройдут в городе Владивостоке с 27 июля по 8 августа текущего года. А теперь от международных событий хотелось бы перейти к межрегиональному сотрудничеству. Все вы знаете, что летом прошлого года в республике Татарстан состояли дни республики Саха и Якутия. В этом году в нашей республике на второй квартал этого года запланированы дни республики Татарстан в Якутии. Кроме этого пройдет ряд мероприятий, какие-то из них новые, какие-то традиционные и те, которые проходят каждый год. Например, это дни республики Саха и Якутия в Санкт-Петербурге, дни республики Саха и Якутия на Дальнем Востоке России, дни Якутии в Москве. И новым событием этого года являются дни республики Саха и Якутия в Камчатском крае, запланированные на август этого года. Кроме этого, периодически наша республика проводит презентацию Якутии в Министерстве иностранных дел России. Это делается для того, чтобы была возможность рассказать федеральным органам власти и в первую очередь Министерству иностранных дел о тех международных проектах и инициативах, которые есть в нашей республике. Таким образом, в этом году нас ожидает огромное количество международных и межрегиональных мероприятий, о которых нам бы хотелось рассказывать вам в рамках нашей передачи «Якутия в мире». Кроме этого, мы, конечно же, будем рады рассказать вам о тех якутианах, которые живут за пределами нашей республики и продолжают думать о своей малой родине и делать что-то для ее развития. Друзья, если у вас есть какие-то предложения по героям нашей передачи, по мероприятиям, которые было бы интересно осветить в рамках нашей передачи, мы будем очень рады вашим предложениям. А сейчас хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья, вам и вашим близким, и напомнить, что сегодня для вас работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. До новых встреч! Якутия в мире! Якутия в мире! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok